Сегодняшнее утро. У нас в этом хофсе, в этом доме на R&BnB. Ребята там играют. Здесь вот стройка идет, новые дома строятся высокие, раньше не строились. Еще такой момент, что в Турции очень большие квартиры, минимум 60 квадратных метров. И это вот четырехкомнатные квартиры, где-то в районе 120 квадратных метров, может даже больше. Большая кухня, там вот комната еще одна. Здесь вот комната. Здесь виды с другого окна сзади, близко, видите, дома к другу стоят, друг к другу в окна можно смотреть. Балконов, очень много балконов, кстати, практически в каждой комнате, кроме вот этой вот, есть балконы. В той комнате есть балкон. За квартиру он платит 600 лир, то есть это в районе 8 тысяч рублей в месяц. Так что, когда вы бронируете на R&BnB, будьте очень внимательны, понимаете, что может быть что угодно оказывается. Ну, кстати, пишите отзывы, конечно, если вас не устроил, потому что не нужно понимать, куда вы заселяетесь, потому что вы платите за это деньги. Получается каутсорфинг гораздо безопаснее и гораздо комфортнее, чем... Ну, гостиницы какие-то, это понятно, если вы были в гостинице, вы знаете, что в гостинице тоже может быть всякий шлаг. Так что, выбирайте, как вам путешествовать, или в гостиницах, но при этом в хороших, выплатить хорошие деньги. Либо... Каутсорфинг. Каутсорфинг и улиц. Каутсорфинг и решает отношения людей. Из-за понимания. Одна волна. Так что, принимайте людей, друзья. Будьте добры и открыты к этому миру, и ваше путешествие, и ваша жизнь будет лучше. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Мы... Мы... Мы тут идем, разговариваем, обсуждаем, что у нас тут буквально несколько дней назад напечатали на главной странице газеты «Городские вести» и «Ревда», «Первого Уральска». На ауди... Да, на аудиторию там свыше 100 тысяч человек. На обложке, да. Вот, соответственно, Татьяна разворот. И... Плюсом мы тут сказать, что нас на России один показал по всей России. НТВ хотела еще показать, но мы что там... Наталай. Не захотели там. Тут пропускают... Должны пропускать нас, а нас не пропускают. В Турции, кстати, не пропускают пешеходов вообще. Для них пешеходы это как мухи. Как мухи, да. Они даже на зеленый скидешь и зеленый... Сигналят. Сигналят. И даже если ребенок им все равно, они еще ругаются. Вот так. Так что имейте в виду, в Турции будьте осторожны, аккуратны, что вас могут немного придавить. Вот. И... Так что мы... Как только мы пели песню, круто ты попал на ТВ, ты звезда. Подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе. Мы раскручиваемся, канал наш растет, мы путешествуем. Мы несем добро, радость и счастье, семейные отношения. Вопрос занятия, занятия любимым делом. Да. Мы точно ведем видеоблог. Да. Любимый блог, да. Зарабатывайте на этом, развивайтесь, помогайте другим. В общем, будьте счастливы. Это ящики для сдачи одежды. А, ящики для сдачи одежды. А, ящики для сдачи одежды. Вот можно, если хотите... Какие мужчины, да, сдать одежду, мы ее сдадим. Если хотите сдать одежду, то вот здесь вот есть такие ящики в Турции, где вы можете вот так вот шик и сдать людям нуждающимся в одежде, да? В Турции их людей по-любому много. Да, в Турции их много, немеряно просто. Им нужны пуховики и ботинки, потому что здесь холодно бывает, они ходят, точнее, они сейчас уже ходят в пуховиках. Вот. Так что пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, задавайте вопросы, ставьте лайк, да? И давайте. Всем пока, Тима. Всем пока. Всем пока. Да, и еще подписывайтесь на наши другие каналы. Семья Саверченко, Много стран, Супер Тим, Марина, как его канал называется? Женство Саверченко. Женство Саверченко. Супер... Как он? Аликс Савер, да? Супер Аликс. Супер Аликс. Супер Аликс. Супер Аликс, Супер Тим. Папа, папа, я тебе хочу сказать... Не, пока ты не говори. Пока еще не понятно. В общем, а сейчас мы идем с утра в магазин. и еще раз посмотрим на цены, на цены. Здесь сыр очень дешевый, да? Очень дешевый сыр. Да. Пока. Пока. Аааааа. Папа. Вот так гуляем по торговому центру. Пришли за продуктами. вышли на пляж сегодня солнышко тепло мы решили сейчас сначала с утра дойти до пляжа покупаться а потом уже сходить магазин хотя в магазин зашли по-быстренькому взяли молоко за 30 рублей сериал за сколько за 15 рублей и печеньки за 15 рублей мы генераторы идей вот вопрос как на ходу можно покушать до нашем современном мире что это сэндвич и гамбургеры там не знаю шаурма чтобы руки легко держать мы вот решили сейчас пойти на пляж и винфрукты но что-то фрукты мы уже неделю людям детям не фрукты что-то не хотим ну иногда мы кушаем все что в принципе захотим мы можем и гамбургер съесть но это не на постоянной основе после в основном конечно мы пытаемся здоровой полезной пищей вот фрукты зелень каши там ну и так далее но сейчас здесь захотели молоко с хлопьями и мы купили молоко литр молока купили хлопья подожди начнешь не готова вот и и в общем мы решили сделать что то есть на ритме у нас была вот такая вот так вот такой стаканчик у нас был такой стаканчик мы налили сюда молока добавили хлопья сделали шейк я покажу как сделать сделали шейк и сейчас открываем она немножко получается намокло и это можно есть намокло или нет еще до конца намокло ну так нормально вот и все и ты идешь и вот это кушаешь хлопья в общем с этим шейком то есть можно сделать допустим так молоко вместе с хлопьями нижняя часть молоко а нет верху молоко внизу хлопья или наоборот и когда ты берешь из магазина это потом допустим там что-то открываешь закрываешь крышкой все это смешивается сделаешь шейк и все вперед вот такая вот интересная идея если нравится идея у вас есть другие какие-то идеи пишите в комментариях и кто захочет реализовать можно это реализовать сейчас все возможности есть для этого инфраструктура вся то есть плане того инвестирования в это дело вот можно реализовать огромное количество разных интересных идей и сделать достаточно быстро главное просто кто-то нужен кто-то чтобы этим занимался нам помогают другие люди макс улыбнулся мы немножко поджарились и решили остановиться переодеться до максик а максику нравится качелька он сам пришел на эту качель вот там мы остановились переоделись а он шорты одел лёш шорты одел и мы пошли с максиком ходить он ходил 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 увидел качель короче сначала и пошел к ней но он смотрит вниз и поэтому когда дошел вот здесь это песочка увидел песок поиграл с ним так ногами пошел обратно вспомнил про качель и пошел обратно качели сейчас не хочет слазить ему очень нравится качель да макс очень нравится качелька а ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа мы вышли здесь, мы в итоге не дошли до большого пляжа. У порта здесь есть небольшой пляжик. Холодно, Тим? А, нет. Нет? Лёша тоже, вон Максик ходит. Я тоже пойду искупаюсь. Лёш, как дела? Нормально. Холодно? Нет. Максик, как дела? Хорошо? Солнышко светит. Ой, водичка прохладненькая чуть-чуть, да? Ничего, чуть-чуть. Нормально холодная вода. Какие засыпатели? Не убегают. Не убегают? Не холодная. Не холодная, ничего. Не холодная? Да? Теплая, Лёш? Да, не купались. Не купались? Да. Приступали. Чё он не ползёт? Копает. Копает. Эй, Макс. Эй, Макс. Копаешь? Макс, Макс, Макс. Эй, Макс. Эй. Ползи сюда. Эй. Эй, Макс? Эй. а здесь ноги мокрые тем даже не надо туда вставать, теперь рюкзак с телефоном перекус с бутербродами с сэндвичами собственного приготовления дома заранее сделали специально хорошо, когда есть, всегда поесть, да? еда это самая важная путешествия в общем, хотели мы приключений, получаем приключения ищем лодку, значит, чтобы уплыть в Израиль из Мерсина в общем, вчера наш хост написал нам письмо на турецком о том, кто мы такие, куда мы хотим попасть и как сейчас мы подошли, пришли в порт подошли к компании местных ребят, турков и они нас между собой очень долго что-то очень долго обсуждали потом отправили вот этого парня чтобы проводить нас в офис как компания, так поняла которая может нам помочь мы сейчас пойдем узнавать или про билеты, или вообще про что-то я не знаю, куда мы идем в том, что немножко не так, как мы хотели, конечно нужен человек, который бы нас взял тут не так много просто кораблей короче, лодка всего так одна или две и они берут только с машиной, да то есть, если у тебя машина есть, если машины нет поэтому нужно сейчас решить вопрос с машиной то есть, если мы найдем машину, которая готова будет нас взять с собой внутрь, либо несколько машин то тогда реально поехать да, то попробуем сейчас в общем-то сделать сейчас вот идем в общем, посмотрим, к чему это приведет зашли в компанию, которая отправляет грузы но в итоге, в общем, вот такой деснит они не могут нас взять, потому что есть только один корабль который везет только 10 траков и там всего 11 мест, он больше взять не может большая компания не может этого сделать он говорит, если есть маленькие компании, но их здесь мало всего лишь две компании, которые две или три компании, которые возят здесь в Израиль что-то поэтому у нас очень маленькая вероятность того, что мы что мы можем отсюда уехать мы будем пробовать он еще был контакт один который ну, вам позвонить и узнать мы пытаемся уехать из Израиль, а люди возмугаются на группе из аварии приблизи, приблизи стой приблизи папа что приблизить? ну, приблизи ну, расскажи что ну, там люди наверное, урезались или что сейчас ругаются у меня пролезло и они там пострадали вот резали и сейчас ругаются ругаются да? да приблизи приблизи там приехать из Израиль но если есть возможность нам дали номер телефона компании то есть мало кораблей вот номер телефона и нам надо позвонить и узнать что мы можем еще отсюда получить какие возможности это компания маленький порт просто здесь на самом деле небольшой да? смотришь да да, Леш? вон даже дерутся да? дерутся? да 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 ладно Семеновна тебе драки дошла? нам все хотели помочь там у входа кто-то куда-то звонил что-то спрашивал но пока безрезультатно тут рядом с портом есть старый город вот старая церковь а вот дом старый построенный из больших кирпичей исторических много таких зданий город и тут вот такие вот такая парковка среди развалин очень интересно мы пришли в центр город старый город здесь центр Амертина деловой центр то есть там где мы живем там перестичный центр а здесь деловой и здесь очень много всего народу короче мы завернули да? на улочку и сразу куча народу на улице не это же все растет и у нас по сути в России только не продается нифига мы представили как ведь называли даже где здесь сколько трав а смотри сколько здесь всего а только в поселениях ребята собираются Алло, что ты делаешь? Ты за мной? 54! Сколько всего? 54! Сколько всяких специй! Можно их так красиво прям прямлять, да? Да! Вообще! Огонь просто! Крупы тоже, да? О, мы здесь съезжали, да, Паш? Да! Вот эти филиппы у нас как-то даленькое М? Да, да Куда ехать? Какой-то слабый! Маша! Мама, ты видишь что-то? А ты видишь что-то? Ну папку принесите! Сухофрукты! Покупай-ка! Мам! Знаешь что? Ты Саша подковыркинул! Если нас смотришь, Саша? Вот тебе идёт для магазина! От Руси! Мы путём вокруг мира! Лучше всяких всего! Ну вообще! Вот мы идём по рынку, здесь очень большой район, который торговый, и здесь вот находится самое высокое здание, 52 этажа, на побережье Средиземного моря турецкого. И огромнейший район торговый здесь находится, огромнейший! Чё только не продаётся! Мы уже минут 30 по нему идём! Здесь, в Мерсине, где порт? Понюхайте! Понюхайте! Это ещё одна традиционная турецкая еда! Это маленькие пиццы! Так вот они готовят их! Берут тесто! Скатывают! Накладывают! И вот так вот закускают! Ну здесь они готовят на больших объёмах, на производство! Пуэрро! Ты же как праздник купишь? Да! Мы будем с тобой? Сейчас мы находимся на мероприятии в Маркле, в Мерсине, и здесь клуб людей, научников по английскому, с другой. Это очень классная идея! Чтобы делать встречи! И сейчас я думаю, что я уже готов, по сути, рассказывать всё, что я рассказываю на английском! Спасибо Илькару, который пригласил меня сюда! И у меня появилось больше уверенности в этом! Спасибо! В английском языке? Ты идёшь на YouTube-канал? Да, сейчас? Да! Что я могу говорить? Что мне нужно говорить? Я не знаю, если ты... Мы купим немного чай! Уши раммар! Уши раммар! Уши раммар! Мы, короче... Хотим чай взять? Ребята здесь продают чай! Ребята здесь продают чай! Я зайдуем туда, мы едем в чайной кафе! Я идёшь на чайную кафе! Я желаю! Я желаю! Я желаю! Я желаю вам кафе! Я желаю вас! Я желаю вам! Мастер! Итак, я желаю вам кафе! Привет! 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 Вы знаете Россию? Да.